Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Решила шить себе спецодежду. Купить ее не проблема. Сам костюм стоит 600 рублей, колпак 100. Работаю я поваром, но лежит ткань, и я решила, чтобы она у меня не лежала, ее использовать. Всегда мы, когда начинаем шить спецодежду, начинаем с крупных вещей. Это или рубашка, или брюки. Я начинаю с колпака. Мне ткань позволяет. Обхват головы у меня 54. Мы прибавляем к своему обхвату головы швы. И я буду делать на резинке. Итого я выкроила 60. Высоту я взяла 20. Высоту вы берете сами, какую вам нужно. В готовом виде у меня вот эта полоска будет примерно 9 сантиметров. Для меня это вполне достаточно. Я отутюжила. Как бы заложила такую складочку. У меня есть вот такая тесьма. Решила сделать декоративную. Все-таки будет понарядней. От края до края. Вот мой ориентир. И я ее пришиваю. Как раз у меня вот эти необработанные края. Они попадут в шов. Колпаки лучше шить из хлопковой ткани. Но ее желательно проклеить флизелином. Я не проклеивала. Пришила отделку. Теперь соединяю вместе. Прокладываю строчку. Соединяем. Но чтоб наша отделка здесь совпадала. Теперь нужно обязательно разутюжить швы в разутюжку. Видите? Ну белая не видно. Поэтому я подкладываю линеечку, чтобы вам было видно. И теперь мы будем намечать резинку. Я вывернула на обратную сторону. Изнанкой к себе. У меня излишки 3 сантиметра. И теперь от шва мы откладываем. Пришивать буду я 2 резинки. От шва отмерила 5 и 5 сантиметров. В общем 10 сантиметров. А резинку я взяла 6 сантиметров. И теперь с внутренней стороны по пометочке я фиксирую вот так булавочкой здесь. И здесь ее растягивая. Резинка меньше нашего намеченного ткани. И вы фиксируйте сначала одну сторону. Нижнюю, потом верхнюю. Но смотрите, чтоб у вас здесь было все ровно. Теперь мы с вами прокладываем строчку. Начиная с нижней. Здесь делаем закрепку. Булавочку я чуть-чуть переместила в сторону. Нигде пометка. И резинка заходит чуть-чуть дальше за пометку. Мы должны сделать закрепку на резинке. И вот так подтягивая, натягивая, прошиваем на машинке по резинке. И потом делаем закрепку здесь. Вот так это выглядит с изнанки. Вот так это выглядит с лица. Вы когда оденете, резиночка чуть-чуть расправится и будет все отлично. Теперь мы выкраиваем круг. От 35 сантиметров до 50 вполне вам хватит. Ткань сложила в 4 сложения. Вот мой уголок. И от этого уголка я откладываю 22,5-23 сантиметра. Вот так мы делаем пометочки. И идем. И потом соединяем. Соединила все точки и вырезаю. У меня круг получится 46 сантиметров. Ну, швы. 45 готовый вид. Не раскрывая круг, я делаю 4 пометки. Где у нас складочки. С одной стороны и здесь. И так же делю на 4 части. Здесь делаю пометки. Здесь у нас шов. Здесь не обязательно чертить. Но спереди и по краям обязательно. Точнее по бокам. Все пометки делаю по внутренней стороне. Теперь соединяем все пометки. Фиксируем булавочками. Захватываем два слоя ткани. Закрепили. Здесь закрепили. Вот так у нас получается. И теперь каждый вот этот промежуток по отдельности мы с вами закладываем складку равномерно, чтобы было все аккуратно. мы с вами все складочки скололи булавками. Но я вам советую наметать, померить. Может быть, вам нужно будет убрать этот круг. Он у вас, допустим, слишком большой. Или вы сделали слишком маленький. Надо переделать. Когда вы убедитесь, что она сидит у вас хорошо, смотрится на вашей голове, то прошиваем и обметываем. На мой взгляд, очень даже симпатично получилось. Смотрите, вот такой колпак и получился. На мой взгляд, очень даже ничего. С вами Валентина Никита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok